И дано будет у нас в любом случае анамнез, клинический осмотр и первичное обследование, которое пациент проходит в нашей клинике. Нам нужно будет ответить на следующие вопросы. Нужен ли пациенту гемодиализ вообще, то есть есть ли у него показания конкретные для этого. Каковы прогнозы прикинуть примерно для себя, то есть оценить целесообразность вообще нашего вмешательства. И нужно будет решить, как срочно гемодиализ пациенту делать. Там будут такие просто кнопочки да-нет, да, это мы делаем прямо сейчас, экстренно это нужно и можно сделать. Либо нет, мы лечим консервативно, потому что не нужно, например, гемодиализ. Или мы не можем начать прямо сейчас, потому что нужна какая-то подготовка. В любом случае мы не просто играем в угадайку, а мы обосновываем свое решение. Это мы сделаем в ходе обсуждения просто. У нас, получается, с вами есть ответственные доктора, которые будут обосновывать, так скажем, свое решение, потому что они уже лучше знакомы с этой историей болезни. Ну а мы все-таки будем, как мы обычно это делаем, кричать, фу, да ты неправильно лечишь, да тут по-другому надо. То есть мы будем разбирать выбранную тактику лечения. Ну и поскольку это реальные пациенты, про которых я знаю, что с ними случилось, я вам дальше тоже расскажу, к чему все это привело. Давайте погнали. Вот первый наш пациент, это неудобно мне так смотреть. Это котик Федор, 8-летний кастрированный бобтейл с таким достаточно развернутым анамнезом, хронической болезни. Три-четыре года назад у него впервые началась рвота, которая происходит эпизодически, и у него по УЗИ было подозрено воспалительное заболевание кишечника. Ну и как-то терапевты наши и гастроэнтерологи пришли к заключению, что это стероид зависимый тип, он периодически получает стероиды. Кроме того, во время вот этого обследования по поводу ЖКТ у него была обнаружена гипоплазия правой почки. При обследовании по поводу уже этой почки никаких отклонений биохимических, клинических у него не обнаружено. То есть это была случайная находка. Также 4 года назад у него поставлен диагноз дискоспондилит. Он периодически болезненно реагирует на пальпацию позвоночника. Обычно это не сказывается на его качестве жизни, но иногда обостряется, и периодически он получает обезболивающие. Сейчас же он поступил к нам 14 июля с такими событиями за последнее время. У него неделю назад дважды была рвота и отказ от корма. Владелец начала симптоматическое лечение, это наша коллега, поэтому она подумала, что это просто очередное его обострение в ЖК. Лечение было без эффекта, но после госпитализации на сутки его состояние таки нормализовалось. Появился аппетит, рвота больше не было. На сегодня он снова не ест, вялый, почти не встает. И последние дни он с трудом передвигается, очевидно, из-за обострения его боли опять. При осмотре мы находим, что у котика избыточный вес, есть дегидратация где-то второй степени, у него депрессия и действительно выраженная болезнь из позвоночного столба. Ему начнется симптоматическое лечение, и он даже у нас начинает немножко есть в стационаре. Также мы его опять обследуем по поводу вот этого его обострения. По УЗИ находим выраженные диффузные изменения в почках, то есть правая почка у нас по-прежнему уменьшена, изменена, в левой мы находим диффузные изменения. По-прежнему, естественно, есть признаки ВЗК, есть спленомегалия с увеличенным лимфатическим узлом, нельзя исключить лимфому. Признаки липидоза печени у него, а по анализам мы находим у него анемию с гематокритом 28, но она регенераторная. По биохимии ничего особенного, кроме азотемии 645 на 24, почти на 25. Он начинает лечиться в стационаре. К 15 июля на следующий день он регидратирован, но у него сохраняется анорексия, умеренная боль и аладиния. Вы знаете, что такое аладиния? Кто знает, что такое аладиния? Это ситуации, когда обычные какие-то раздражители, поглаживание или просто тепло вызывают болезненную реакцию. Это может быть симптомом миозита какого-то, например, или периферической нейропатии. Рвоты у него нет, диураз нормальный. У него в сирологии берутся инфекции, они отрицательные. И в этот день была проведена тонкоигольная биопсия левой почки и селезенки по поводу нашей диагностики лимфомы. Также установлена стома, поскольку он нас не ест, и ночью начинается впоение кормления. 16 июля клинически с ним в принципе то же самое. Единственное, что он несколько седирован анальгетиками, которые он получает, и немножко ему меняют протокол лечения, возможно, связан с его липидозом. А так у него по-прежнему анорексия, он вялый, и у него умеренный болевой синдром. Но по анализам мы находим вот такую вот ситуацию с ростом азотемии 781 на 32, гематокрит 29. Ну и в принципе у него по анализу мочи еще есть глюкозурия, так ничего больше прям страшного. 17 июля опять же клинический, он такой же. Он по-прежнему у нас не ест, кроме того, единственного случая при поступлении. У него депрессия, нормальный диурез, но азотемия у него становится вот такая. Вчера была 781 на 32, 33. Сегодня 838 на 37. Делаем мы Феде гемодиализ или нет? Доктор, который отвечает за Федю, как вы решили? Хорошо, кто за то, чтобы делать? Давление у него нормальное все время. Я вообще старалась не писать то, что в норме. Ну смотрите, прошло уже несколько дней. Он регидратирован был на следующие сутки. Нет, у него все время нормальные все эти дни. Нет, вы давайте голосовать. Кто за то, чтобы делать? Остальные против? Вы против того, чтобы делать? Ну, почему, мы недель все не готовы? Я даже здесь. Я бы на самом деле, в качестве не хочу. Потому что, если мы здесь не можем, если мы, если мы видим, какой-то энергетик нарушите, мы, конечно, можем сказать, что мы видим, именно телевизор. Но однако же, если мы сделаем, что мы не видим, если мы представляем проблему, если мы знали, например, нормальные кости, зря я не успела это сказать я прошу вас не вдаваться очень подробно другие какие-то диагнозы и влечения мы просто очень много времени потратим это конечно круто обсуждать все но нам нужно с вами просто решить да или нет наша цель научиться вот пользоваться этими табличками понять этот материал это скорее да касается рациональности может быть но это очень такая да кто за то что делаем что один человек был кто против лимфомы что лимфомы если вообще не будем делать он месяц что ли только вы придумаете проживет ну что кто не делает товарищи всего теперь все делают кроме лечащего доктора хорошо тогда мы выслушаем лечащего доктора обоснуйте свой ответ начинаем обсуждение почему вы не хотите делать фиде гемодиалис давайте конечно да очень много случаев когда мы не можем это в основном касается чтобы вы не пытались делать гемодиалис сразу тем у кого обструкция или при ринальное в.п. это прям вот самые первые часы отсечки а у нас пациент лечится уже даже несколько дней вы можете пользоваться сразу второй части таблички нет 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 не начинаем смотрите эта табличка действительно вам уже сограждане говорят она вообще экстренный вот этот первый лист а второй лист из вы перевернете он касается нашего кота потому что он лечится уже тратно в второй суток супер точно вы пришли к нам и сказали нам истину да смотрите вот человек очень прав что будет короче с нашим пациентом в том и другом случае ну допустим у нас лечащий доктор явно против фиде он не хочет проводить фиде гемодиалис но напоминаем вам что фиде чувствует себя плохо он вот так вот плохо выглядит уже много дней не ест да и будет болеть достаточно долго мы понимаем что такой пациент скорее всего не умрет да это не тот случай когда там анурия действительно какая-то и он скончается без диализа но по опыту такие пациенты лечится в стационаре достаточно долго неделю там и больше пока не могут быть выписаны если мы делаем фиде гемодиалис он достаточно быстро и неплохо поправляется превращается в такого опять домашнего хорошего кота а резюмировать ну так скажем вот эта информация которую мы владельцам предоставляем и как мы сами рассуждаем резюмировать это можно так что у кота выраженная отрицательная динамика по азотомии в течение последних трех дней и в течение всех этих трех дней он чувствует себя плохо причем без динамики да он не улучшается вообще не на йоту очевидно у феди есть какая-то врожденная патология почек мы помним что у него нет одной патологии но вторая то у него есть и она у него работала все это время то есть очевидно сейчас произошло какое-то обострение причина которую мы возможно даже и не выясним плюс возможно мы еще и своей тонкоигольной биопсии помогли ему ухудшиться не без того и он с этим с этой ситуацией сейчас не справляется чувствует он себя реально плохо поэтому есть все основания прибегнуть к гемодиализу причем еще вчера на самом деле тут даже некоторая ошибка заложена но это же код сотрудника вы понимаете во первых мы и безответственные во вторых финансовый тоже вопрос конечно не так уж мы много зарабатываем чтобы на правы на ледовое всем гемодиализа делать но все-таки владелица решилась ему был была проведена одна процедура вот 17 июля причем она была действительно одна большим особо не потребовалось он выписался уже 19 июля к счастью у него не обнаружено по те апотипичных клеток с момента его лечения прошло сейчас примерно 8 месяцев и последний мониторинг азотемии ну и вообще мониторинг который у нас хбпшники проходят был 17 декабря азотемии у него 204 на 13,4 остальное без особенностей вот он превратился в такого домашнего котика опять с избыточным весом какие-то вопросы по феде вот именно по гемодиализово есть чтобы нам не тянуть время особо он жив я говорю нет у него типичных клеток ничего особенного собака триша следующий пациент двухлетняя стерилизованная самка лайки под вопросом потому что весит она 9 килограмм при поступлении она к нам поступила 1 сентября с анамнезом таким отдавали ее недавно на передержку 28 августа за неделю уже до этого она у владельцев стало плохо есть а после передержки они заметили что и вовсе она очень худая десны что-то у нее кровоточит и какого-то ужасного цвета сейчас она не ест не пьет у нее диарея три дня назад была работа на передержке или где-то там ей делали какие-то микрокапельницы также мы за нам не зазнаем что вот мы всю жизнь доктор почки лечили в других клиниках причем как и с какими показателями мы не знаем нет такой информации она ест поличную диету вакцинированным при осмотре мы видим что это очевидно карлик какой-то либо по крайней мере точно не лайка кроме того у нее сильная кохексия и есть уромические язвы во рту депрессия дегидратация второй степени бледность слизистых а диурез у нее сохранен или может быть даже повышен что мы потом обнаруживаем в стационаре при первичном поступлении вот такие вот у нее анализы есть анемия здесь не знаю регенерацию не брали видимо ну может быть потому что случай достаточно очевидный есть креатинин повышенные мочевина достаточно сильно и повышенный фосфор по УЗИ у нас почки не увеличены повышена немного эхогенность коркового и мозгового слоя и кортикомедулярной дифференциации у нас практически отсутствует структура почек сильно нарушена признаки гастрита больше других мы отклонений не выявляем на момент поступления будем ли мы делать три шаги гемодиализ сейчас кто за то чтобы делать три шаги гемодиализ кто против вы против делать это сейчас или в принципе расскажите нам почему потому что нельзя вызвать хронические проблемы потому что они не имеют один острый процесс и не положено отлично тут еще есть у нее данные других исследований но даже я не буду сейчас на это тратить время газы действительно достаточно плохие вот но действительно что будет если мы не будем делать три шаги гемодиализ она умрет скорее всего в течение месяца если мы будем делать три шаги гемодиализ то она скорее всего умрет в течение месяца резюме здесь таковой действительно что поскольку у нее врожденные патологии почек которая сейчас привела уже к терминальному состоянию ей можно конечно проводить там консервативной терапии для восполнения дегидратации других ее проблем симптоматическое лечение и возможно даже нам на некоторое время удастся улучшить ее самочувствие однако ремиссии это будет недолго и мы понимаем идеализное лечение здесь скорее действительно просто нерационально при том не все владельцы естественно с этой идеей соглашаются это как раз случай триши она у нас пролечилась в стационаре вот как вы видите с первого по шестое без особой динамики клинически ничего с ней не происходило она также тухлилась лежала по азотомии небольшая динамика произошла но опять же вы понимаете что этого недостаточно для какого-то ее улучшения прям сильного они настояли несмотря на то что мы все это им объясняли на проведение гемодиализа по моей любимой схеме давайте доктор одну процедуру сделаем а дальше посмотрим мы понимаем что это в общем то бесполезно в данном случае абсолютно и мы сделали одну процедуру а на следующий день она была эваконозирована показатели у него там были 600 на 40 уже на следующий день собака сага полуторагодовалая нестерилизованная самка хаски теперь уже точно хаски она поступила в клинику 29 июля с таким вот интересным анамнезом они были на Валдае где 24 числа ее вероятнее всего укусил змея саму змею они не видели но в данном случае я готова была им поверить у нее на лапе были следы укуса и лапа в этот день отекла они были далеко от всяких населенных пунктов поэтому начали ее лечить фактически всякими подручными средствами на следующий день лапа сильно распухла и у нее уже появились всякие системные нарушения проявившиеся анорексией и многократной рвотой ее лечили всякими микроинфузиями и бодягой я бы так сказала не обошлось конечно без преднизолона и фуросимиды куда же без них и вот только 28 числа они добрались до какой-то клиники где смогли впервые сделать анализы и получили азотимию 793 на 46 повышенный фосфор лейкоцитоз 29-го она уже в Москве тоже полечилась какой-то микроинфузией и поступила к нам 29-го в клинику собственно сохранялась у нее все эти дни анорексии и многократная рвота каждый день со слов владельцев мочеиспускание пока сохранено вот что мы получаем при обследовании в стационар она поступила ночью в тяжелом состоянии с дегидратацией третьей степени в депрессии у нее помимо других симптомов еще и появилась диарея с кровью анорексия сохраняется есть выраженная болезненность в области почек и отек вот этой лапы в плюс гематома у нее есть гипокоагуляция небольшая диурез вроде бы действительно сохранен 0,8 мл на килограмм в час и получаем вот такие вот анализы по клинике ну ничего прям сильно значимого для нашей диализной поддержки есть ликоцитоз по-прежнему и есть у нас азотемия 938 на 60 почти делаем мы сейчас саги гемодиализ или нет хорошо а кто делает саги гемодиализ давайте голосовать вот круто что вы об этом сказали вот серьезно вы считаете что можно яд вывести а смотрите сколько времени прошло ну нет большинство все равно уже как бы а еще другое вот мина на которой вы наступили это яд змеи предполагаемо да мы знаем что такое яд змеи это олигопептиды протеазы это крупные достаточно молекулы это хоть и олигопептиды но они не пролезут через диализную мембрану кстати сказать вот да тут вот сплошная засада не получится и очень долго очень много времени прошло ну да с 24 по 29 вот на момент поступления да в данном случае мы действительно в чистом виде уже с последствиями имеем дело то есть с тем что уже произошло давайте голосовать то кто нибудь еще поучаствует в этой собаке двое у нас точно за кто против кто не будет почему вы против расскажите нам ну расскажите нам вот вы двое кто почему вы против саги я не понимаю ваше точка зрения сходно с лечащим врачом и вот авторитетным доктором а мы не можем разве при бактериальных инфекциях делать гемодиализ нет это только касается катетра ассоциированных инфекций и мы все равно будем делать гемодиализм просто это речь шла о том что чисто надо устанавливать катетры следить за ними хорошо а так если мы вспомним и теология почечного повреждения и прогнозы при инфекционной и теологии вообще хорошие прогнозы но в данном случае вообще не об этом мы в принципе действительно с вами все это неплохо уже обсудили смотрите если мы делаем при сразу при поступлении вот в этом гемодиализм саги мы делаем ошибку да ну те кто может быть проголосовал за вот сразу делать потому что действительно собака сильно обезвожен достаточно сильно да и пока не делать это хорошая идея из-за того что мы находим у нее тяжелое состояние и азотомия в принципе неплохо задуматься гемодиализе вообще и поговорить об этом с владельцами но мы делаем такое заключение что примем решение мы проведение гемодиализм только после регидратации и вот на следующий день 30 июля она уже полностью регидратирована клинически особо ее самочувствие не меняется а вот по анализам мы получаем прирост азотемии до 938 на 60 мы получаем 1048 на 87 будем теперь делать нет давайте голосовать да или нет кто за да вы знали почему нет кто сказал нет вы сказали авторитетный доктор нам надо нужно обосновать кто против то вот вы молодой человек против вот вы почему против то есть вы считаете что у такой собаки настолько вероятно хронизация тяжелая что они рационально делать правильно ну здесь на самом деле не такие прям сильные тут же даже написан узист вам написал умеренно выражены не прямо совсем все плохо на и потом естественно при очень тяжелом остром процессе мы можем и прям какую-то ужасную картину иметь большое увеличение почек там отека сильного но это не значит что он не пройдет при адекватном лечении может быть может быть там даже уже пошла несколько избыточные накопление жидкости могут быть перитониты на фоне просто высокое азотомине может быть уже до стала копиться жидкость не исключено делаем гемодиализ хорошо если мы саги не делаем гемодиализ но маловероятно честно говорю все таки что такое пациент умрет он не такой тяжелый чтобы прям вот умереть у нас на глазах ближайшие дни но болеть тоже будет очень скорее всего не меньше недели или даже больше до выписки пройдет кроме того но действительно есть какие-то шансы что она погибнет потому что если азотомия будет расти еще у нее может какая-то энцефалопатия начаться плюс мы знаем еще что она теряет кровь в жкт она может вдруг погибнуть от потери крови и какого-нибудь двс если как-то мы эту проблему пропустим или она будет плохо контролироваться поэтому делать саги гемодиализ сейчас это хорошая идея она регидратирована и мы фактически как бы сделали полноценно терапевтически все что мы могли тем не менее у нее наблюдается отрицательная динамика по азотомии за 12 часов лечения и сохраняется тяжелое общее состояние что стало сагой она получила три процедуры в период с 30 июля по 4 августа и 4 августа была проведена пробная выписка вскоре после этого она выглядела вот так сейчас прошло около семи месяцев сначала лечения причем бедная собака за это время еще пережила пилонефрит и сопутствующий уролитиаз у нее какой-то появился последний мониторинг у нее был 19 ноября при этом все показатели в принципе нормальные азотомия у нее держится на уровне 188 на 14 других отклонений нет так что выжил эта собака не не случилось с этими диффузными изменениями в почках а и собака тихо на закуску самый сложный случай который потребует от вас фантазии они просто да и нет это джек рассел терьер восьмилетний кобель который доставлен в клинику 9 мая ночью были они на даче как водится 9 мая он гулял по большой территории без присмотра и вдруг прибежал к владельцам 8 мая там ткнулся им в ноги они заметили каплю крови в области глаза и сразу заподозрили вкус осы кроме того прямо на глазах он стал вял и у него появилась многократная рвота с желчью и анорексия два дня у него с тех пор наблюдается жажда сохранена повышена из анамнеза у него была дископатия укус змеи интересно да как бы какой-то повторный такой случай вакцинирован пациент поступил к нам как водится ночью когда же еще таким ужасным пациентом поступать он поступает с приема варит в состоянии крайней тяжести при осмотре доктор у него находится тупор выраженная абдоминальную боль дегидратацию 2 3 степени гематурия иктеричность и множественные экхимозы также действительно есть небольшой отек морды справа там где подозревается наш укус у него есть гипокоагуляция мы находим по выско и вог газы без особенностей гематокрит 39 другие анализы к сожалению выполнить не удалось поскольку это ночь у нас анализы делаются силами врачей вот и ассистентов лаборантов нет они не стали ломать оборудование не справились с ним пироплазмы не пироплазмы мы не обнаруживаем значит симптоматическое лечение в том числе и борьба скоглопатии на следующий день он немножко улучшился обезболился стал даже немножко более активный перешел из ступора в депрессию он регидратирован полностью у него сохраняется анорексия рвота макро гематурия у него поле депсия и диурез такой вполне себе по узи есть небольшое количество жидкости в брюшной полости непунктабельная есть острый гастроэнтероколит немного сглажена дифференциация коркомозгового слоев подозрение на гепатит еще мы находим повышенный лактат и есть тенденция к снижению гематокрита у нас было он 38 но пусть он сколько-то разбавился за счет регидратации но он еще и к вечеру продолжает снижаться есть ликоцитоз с палками и тромбоцитопения по биохимии находим азотомии 193 на 30 повышенный билирубин достаточно серьезно 324 фосфор 3,6 на остальное соусом сирологии на озы отрицательная доктор мне звонит и спрашивает нужно ли делать гемодиализ что вы думаете я ему отвечу кто за то что не делать гемодиализ кто против этого решения кто будет делать гемодиализ все-таки вы будете делать против а кто-то будет делать почему вот лечащий доктор почему вы не будете делать вы будете делать хорошо а у нас есть все основания, и мы можем только но вот у нас есть надо разобраться, как будет он сейчас, что будет отчет. А сроком, что он нам не покажет. У него в принципе он нормальный, сохранен. Хоть у него и функция большая, но при этом и у нас нет показания того, что а вы вот делаете гемодиализ, почему хотите делать? Гемодиализик-то ему, конечно, поможет. Хорошо, я поняла вас. Ну, в общем, когда мне звонят с такими случаями, а я 10 мая на дачу, тепло, в шортах, я говорю, зачем ему гемодиализ? Вы видите вообще какие-то показания для гемодиализа здесь в данном случае? Нет, то есть, ну не просто даже стабилизация, у нас просто здесь нет показаний на самом деле гемодиализу. То есть мы, получается, не делаем гемодиализ и лечим его консервативно получается? мы будем лечить этого пациента консервативно также распорядилась судьба но может быть ему еще чем-то можно помочь помимо гемодиализа ну теплее какие-то еще предложения фильтрацию еще теплее какой фильтрация какую перитониальный диализ ну на тип того она здесь в табличке этого нету но вы все все-таки вы приближаетесь да но в общем ситуация сложилось так что в любом случае пациент был выписан в этот же день под отказ от лечения по желанию владельцев потому что им как-то был дорого и неудобно у нас вылечить интересно что мы знаем что с ним происходило дальше он поступил в нашу клинику повторно с криками вы только вы нам можете помочь как это водится и при осмотре мы констатируем что у него к сожалению очень усугубилась ситуация за эту неделю он снова в ступоре у него сильная болезнь живота очень выраженные отеки в области подгрудка и конечностей экторичность и он уже такой в гипотермии гиповолемии гептонии извините он поступил с рутральным катетером и по анамнезу у него какая-то аллегория но мы в принципе в стационаре видим что у него уже анурия полная кроме того отмечается явный прирост веса если на момент начала лечения после регидратации он весил где-то 7,6 то сейчас он весит восемь с половиной кроме того они его есть отрицательная динамика по биохимии мы сейчас увидим анемия и тромбоцитопения по узи из другой клиники мы ничего особо нового не находим кроме увеличения свободной жидкости брюшной полости некоторого знаем также из анамнеза что во время лечения в другой клинике дважды переливали плазму и один раз ретроцитарную массу вот его печальные анализы это биохимия со сниженными белками с креатинином 1052 билирубин снова высокий чуть выше чем первый раз но как бы достаточно высокий чтобы тоже влиять на головной мозг повышенный фосфор и обратите внимание мы у него находим тяжелую анемию и тромбоцитопению газа тоже неутешительные у него сильный метаболический ацидоз и довольно низкий натрий что вскоре нам грозит развитием отека мозга что будем делать прямо сразу вот надо кто-то короче голосуем снова да кто за диализ прямо сейчас лечащий доктор говорит надо срочно делать диализ кто против а ну вы и так уже за я знаю вы против хорошо почему вы против вы просто из-за прогнозов да не хотите делать хлеб туда у него исключение уже не стала сюда добавлять короче в принципе мы приблизились во многом вода в понимании этой темы к кроме вот того метода который бы мы могли еще первый раз применить макрофильтрации тоже теперь мы можем мы сделать гемодиализ или плазма ферр с ни у кого не возникало мысли про плазма ферр с первый раз еще смотрите мы сейчас этим всем разберемся подробнее на самом деле этому пациента вот сейчас они просто кричат что давайте лечите нам не вот мы его все равно к сожалению будем лечить хотя прогнозы плохие если мы будем лечить сейчас то мы ему должны сделать и гемодиализ и плазма ферр с по-хорошему а по поводу того нужно ли начинать прямо сейчас или нужна подготовка если мы начинаем прямо сейчас то мы наступаем в такую глубокую лужу в которой мы часто наступаем с дефицитом действительно эритроцит тромбоцитов вы совершенно правильно сказали тромбоцитопения особенно у него тяжелое что может вызвать кровотечение уже даже при постановке центрального катетера на плюс анемия для такого маленького еще в целом пациента она очень такая критичная то есть нам нужно очевидно тоже подготовка причем свежая донорская кровь да как источник тромбоцитов при этом тут такой сложный случай что нужно это делать прямо сейчас все вместе то есть и подготовка нужно она нужно ее делать и экстренно к сожалению экстренно добыть свежая донорская кровь как я уже говорила очень сложно и владельцы были может быть какие-то тоже не очень расторопные но и в целом время лечение этого пациента было уже упущено поэтому на этапе именно подготовки к процедуре и поиска донора он умер вскоре после поступления мы даже не успели ему начать лечение резюме здесь таково вот по первому момента его поступления мы видим что у него развилась какая-то полиорганная недостаточность возможно это действительно на фоне воздействия какого-то яда животного происхождения может быть у них там сад киш-мя кишит змеями пчелами и убийцами а может быть это и даже какая-то аутоиммунная гемолитическая проблема мы этого не узнаем к сожалению но в принципе независимо от причины можно было попробовать вот в первый момент до его поступления попробовать лечить его плазмоферезом после регидратации для этого было сразу несколько резонов во первых у него была гипербелирубинными больше трехсот и мы помним что он поступил к нам в ступоре то есть это было значимо для его мозга головного очевидно азотомия у него была не такая высокая чтобы вызывать вот ступор такой это первое во вторых удаляя билирубин и удаляя вот те обломки разрушившихся клеток белки до после гемолиза мы предотвратили бы почечные повреждения которые как мы видим у него произошло потом и даже проблемы с гипокоагуляции мы в принципе плазмоферезом можем попробовать скорректировать это не гемодиализ он делается быстрее во первых во вторых мы обмениваем большие объемы плазмы доливаем вот эти факторы недостающие постоянно и в принципе даже эту проблему мы частично могли бы решить и прогноз в принципе был на тот момент от благоприятного до осторожного при повторном же поступлении мы видим явное усугубление ситуации с одной стороны у нас есть жизнеугрожающие показания для начала гемодиализа такие как гипергидратации и анурия там грубные грубые электролитные нарушения также у нас сохраняется и проблема с гиперблеробинами и то есть по идее мы и плазмоферез тоже должны делать но заградительная анемия тромбоцитопения создают нам в этом проблемы требуют срочного переливания свежей крови поэтому если делать во втором случае то делать всего и причем делать очень быстро а прогноз становится уже действительно плохой даже с экстракорпоральной поддержкой очевидно потому что время было сильно упущено на этом я заканчиваю свою лекцию мне не хотелось грустно так заканчивать но может быть вам этот пример напоследок лучше позволит запомнить что недопустимо терять время в таких ситуациях когда у нас есть полиорганная недостаточность это стоит пациенту жизни но его надо было не просто оставлять понимать уже лечился где-то еще я же не говорю что он плохо лечился просто они отказались да они почему да ну просто я об этом не говорил я же от вас хотела это слышать они да полностью не захотели как следовать нашим рекомендациям ну и лечились как-то отличились вот другими способами она вы видите что у нас получилось инфузионной терапии он набрал килограмм лишний ну я не знаю да это сложно сказать дело то что высокие биорубины другие метаболиты которые образуются при гемолизе или при печеночной недостаточности они достаточно эффективно повреждают как раз почки тоже даже если мы пытаемся их выводить за счет инфузионной терапии довольно много шансов что все-таки почные повреждения все дело вызовет поэтому в такой ситуации действительно неплохо бы весь этот шлак убрать честно говоря вот эти вот большие штуки если у вас какие-то вопросы но помимо тех кто может быть захочет лечить пациентов кстати так странно что никто об этом не спросил это зависит от многих тоже факторов от того какая длительная процедура как я пациент переносит чего мы добиваемся в процессе процедуры и от массы конечно потому что у нас цена зависит от от расходов материалов которые мы потратили для маленького пациента весом до 10 килограмм это получается где-то около 20 и 25 а за процедуру для среднего ну там где-то 30 45 а для гигантского и все 50 но чаще всего гемодиализ в принципе используется потому что ну чаще всего сталкиваемся с аппп различные теологии обходите зависит от аппарата у нас как бы производитель рекомендует двух с половиной килограмм дети до педиатрические пациенты с одной стороны я знаю что на днем и 1 и 7 делали наши отечественные коллеги детишек с другой стороны мы понимаем что у цикла у кошки меньше чем у человека или собаки то есть здесь тоже надо смотреть зависит от они имеют допустим имеющиеся размеры в целом переносимость процедуры у нас самые маленькие кошки наверное были около трех но просто так сложилось как бы меньше не попадались если попадутся мы попробуем как вы использовали ее даже не знаю я не задумывалась про возраст честно говоря можем 8 мало еще я бы про это говорила то есть мы не должны сразу всех пациентов сам с анамнезом хбп например какой-то уфе дигнать в гроб да что диализ вам точно не нужен если этого пп на хбп естественно мы тоже будем делать причем пациентов людей хбпшника у которых произошло какое-то обострение делают даже скорее и раньше потому что мы понимаем что них резерв вот этот меньше но в этом надо разобраться то есть возраст это же не предел но нет такого ограничения по возрасту нужно смотреть если он мониторировался уже сколько-то у терапевтов то это хорошо да мы знаем какая у него степень хбп и что мы как бы надеемся получить от этого с отеком мозга очень плохо честно говоря вообще все эти отеки с одной стороны литература пишет что вот круто мы убираем жижу из мозга там из пластей отек легких на самом деле нет но очень мало шансов что такому пациенту прям эффективно мы поможем видимо уже какие-то необратимые тоже изменения возникают мы даже убрав жидкость этого особо клинического кого-то улучшения не добьемся поэтому я радую что вы все эти пациенты поступали вовремя они в состоянии какой теологии сохранен диорез допустим мы привыкли применять тот же манитол до обычный прицепи мозга да мы не кладем всех там не знаю судорожных сатирка мозга на диализме нет это просто как бы если это следствие гипергидратации то да мы можем попробовать это по если просто отек мозга то обычные средства терапевтические но как бы это даже проще и быстрее мне кажется представляете сколько это все затеять процедуру он что с отеком мозга будет валяться все это время серьезно но он не будет получать капельницу он будет получать диуретики ну да но не получится просто это посмотрите если если у нас есть какой-то неустраненный эти логический фактор допустим не знаю из-за чего может быть отек инфекция какая-то то мы должны ее лечить и неважно чем мы убираем этот отек гемодиализом или диуретиками да пока мы не справились с причиной он так и будет у нас развиваться или судороги у нас неустранимы поэтому неважно чем мы убираем гемодиализом или диуретиками да ну как бы так же какие то еще вопросы ну все тогда просто жду тех кто может быть захочет поработать у нас что я я я Продолжение следует...